Шипованная резина, полис ОСАГО. Юрий Демьяненко тщательно готовил купленную в кредит машину к дороге из Майкопа в Москву. Не учел одного. У столичных ДЭЗов зимой долго снега просить не приходится. Уже к вечеру на Юрину иномарку с крыши сошла целая лавина. Я приехал в гости к сестре на 23 февраля. И вот так вот меня поздравили. Теперь снег и на сиденьях вместо лобового стекла. Познающие соседи научили. Ты туда не ходи, в ДЭЗ ходи. Раз новый тюнинг не по душе, они должны вернуть деньги. Но должны уже не только Юрию. У нас аналогичная история произошла довольно недавно. Под Новый год нам такой подарочек достался. Главный инженер ДЭЗа с трудом вспоминает события двухмесячной давности, но с новым происшествием обещает разобраться. Я сегодня даже посмотрю, через час заеду, машина того стоит. Я посмотрю и тогда уже как бы предмет на своем поговорю. Там уже будет видно, возможно было это падение или невозможно. Скорее сочтут, что невозможно. Снова делится опытом Наталья. Ведь по их мнению, крыша этого дома чистке не поддается. Во-первых, покрыта мягкой кровлей, не гоже такую лопатами марать. А во-вторых, плоская. С нее снег падать априори не должен. Они мне написали ответ, что считаем падение снега с крыши вашего дома невозможным, так как конструкция крыши там особенная. А ваши заявления рассматриваем как вымогательство. Когда температура на улице близка к нулю, снег становится липким. А если это еще сочетается, например, с косым снегопадом, то снежинки могут липнуть друг к другу и держаться вместе, вне зависимости от наличия какой-либо опоры под конструкцией. Через некоторое время такие снежные козырьки рушатся под тяжестью собственного веса. И по второму закону Ньютона, чем больше была высота, тем больше будет сила снежного удара. На второй час ожидания главного инженера Юрий снова оценивает серьезность ситуации. Хорошо, хоть сам вовремя из машины вышел. Так и не дождавшись главного по падающему снегу, Демьяненко решает судиться. Причем иск будет уже коллективным. Подъезд против ДЭЗа. Не участвует только одна жительница. У нее снег все еще ассоциируется со сказкой и добротой. Галина Крылова, Сергей Ашихмин. В час пик на телеканале РЕН.